всем привет сегодня работаем с пинами учимся на простеньких микроконтроллерах зажигать лампочки ну не знаю что нибудь проще проще это мне кажется придумать будет сложно вот я решил взять датчик движения сенсор движения из комплекта arduino либо других микроконтроллеров для юной робототехники и так далее вот светодиод красненький резистор 200 меня 330 кило мне было 200 220 килоом вот ну желательно конечно 300 килоом для таких резистора для таких светодиодов вот макетная плата нам нужно будет сам микроконтроллер разбери пайпика в принципе можно будет сделать похоже видео и на спи 32 не столь важно вот но сегодня мы будем на микро пайта не все это делать так что нам нужно нам нужно будет поставить микроконтроллер на макетную платку вот я вот здесь сделал такую скачал такую картиночку в интернете нашел в принципе пины она очень такая интересная и ушел тем там распечатать о себе или где-нибудь файлик сохраните для того чтобы в принципе знать где какие пины и что за что они отвечают чтобы в принципе не повредить контроль вот что нам нужно будет поставили макетную на макетную платку наш микроконтроллер далее нам нужно будет поставить резистор в 38 контакт 38 это вот ground нож на видео будет очень плохо видно поэтому я сейчас открою схемку на другой картинке я просто сейчас проговорю все это и на картинке все это можно будет увидеть так далее нам нужно будет да кстати выход с граунда естественно на синий line потому что я там нашел вторую картинку она немножко популярности на на разных на разной стороне макетной платы стоят вот дальше берем наш светодиод длинная ножка это наш анод она она длиннее гораздо и ставим ее в тридцать четвертый отсек тридцать четвертый отсек это вот седьмая получается самого края то есть один два три четыре пять шесть семь тридцать четвертый анод поставили далее наш сенсор движения в сенсоре движения я сейчас вот эти перемычки вытащу у нас здесь есть я виси си это наш наш плюс ground наш минус out наш сигнал естественно даже вот примерно подобрал по цвету перемычки наши наши провода средний out ну все равно смотрите может быть по-другому стоят контакты ground ну соответственно ground наш синий line есть далее нам нужно будет взять 21 контакт это вот наш сигнал с которым мы будем работать и поставить его вот сюда вот он 21 то самый последний вот если смотреть на контроллер таком виде как картинка у вот ну и наш плюс естественно плюсу 3 вольта 3 вольта у нас ближайший это вот возле граунда где мы ставили резистора до 37 контакт так и картинка вот она вот такая то что я говорил как раз таки относительно линия по цвету то есть видите да что здесь немножко перепутанная просто не нашел такую же макетную плату соответственно рядышком 3 вольта забираем нашего микроконтроллера который будет питать наш сенсор движения есть отлично все нам эта картинка уже не нужно далее открываем нашу айды и тони подключаем наш микроконтроллер компьютеру давайте перегрузим будете почему-то у меня здесь не всегда срабатывает порт так есть небольшой вот скриптик бегло про него проект пройдусь наши библиотеки работы с пинами работы со временем переменные лет пир пина указаны те которые игрок далее здесь гасим светодиод метод гасим здесь ждем одну секунду далее бесконечный цикл условия бесконечном цикле и давайте это все запустим так запускаем наш код так движение есть я снял купол но в целом скажу что качество сенсора движения очень низкая это набор ардуиновских сенсоров там порядка их 20 или 30 штук было у меня он был просто в наличии я решил и воспользоваться я не покупал отдельно но в целом если есть возможность приобрести более качественный сенсор не за один доллар больше то в принципе можете этим заняться но в целом для того чтобы понять принцип работы с пинами на микроконтроллерах вот в нашем примере это разбери пай пика но также есть есть 32 есть 32 камп либо другие подобные в серии есть 32 микроконтроллеры на которых с которыми вы сможете уже прям вот с первого дня начать разбираться в целом python и микро python для микроконтроллеров очень простой язык можете начать я даже рекомендую начать именно с него и в целом погрузиться в мир работы с микроконтроллерами вот такое коротенькое видео но надеюсь вам понравилось поэтому желаю удачи в обучении и погружение в мир микроконтроллеров и программное обеспечение для микроконтроллеров всем пока доброе отец чтобы pc отец без 需 по и и